Садо к зиме Очень опасны эти бесснежные заморозки именно на почве для корней Мы думаем, что самая уязвимая часть это стволик, почки и так далее Забываем про корни, они тоже нуждаются в нашей защите Особенно вот такие теплолюбивые культуры, как черешни, как абрикос Персики даже сейчас сажают Вот так что мы должны позаботиться об этом Заошпагат Нижегородской области, город Дзержинск Выпускает вот такие замечательные приствольные квадраты Которыми можно как раз укрыть почву вокруг корней Вот смотрите, такие удобные упаковочки И в них находится джутовый материал двухсторонний Он, сейчас я его покажу Вот смотрите, да, с одной стороны вот такой вот как бы войлок А с другой стороны такая вот мешковинка Чем хорош джутовый материал? Он долгое время не гниет И несмотря на то, что мы его укладываем на влажную почву И осадки у нас идут все равно Он долго держит свою структуру и сохраняет свои качества А что еще дает вот этот джутовый материал? Посмотрите, дорогие друзья Вот сейчас почва у меня обработанная Осенью, когда идут дожди Она моментально зарастает сорняками А вот такие молоденькие растения тоже, конечно, этого не любят Конкуренция за питание, она достаточно существенная Когда растут сорняки Вот смотрите, как легко и просто я уложила этот приствольный квадрат Он существует разных размеров Вот для совсем маленьких саженцев, скажем там, для декоративных Вот, пожалуйста, вот такого размерчика Уже все разрезано Уже есть вот эти вот завязочки, которыми можно завязать края этого приствольного квадрата Вырезано здесь под стволик Если вы на какую-то более крупную яблоню или другое дерево надеваете этот приствольный квадрат Здесь просто можно это все расширить Свойства этого джутового материала Вот я сейчас завяжу здесь, зафиксирую Свойства этого джутового материала позволяют корням дышать То есть это никакая вам не пленка Там не будет никакого скапливаться излишнего конденсата В то же время очень хорошо проходит влага, осадки И сохраняется влага дольше То есть она не выветривается, если стоит сухая погода Также вот этот вот Он очень хорошо защищает и от морозов И выполняет свою главную функцию То, что мы сейчас и хотим добиться Вот в преддверии вот этих вот заморозков Посмотрите, как чудесно Я вот прям рада за свою яблоньку Такая у нее тут тепленькая теперь подложечка получилась Пойдемте укутаем с вами еще другое растение Которое я тоже недавно посадила На своем новом участке я в этом году посадила достаточно много растений И хвойных растений, и других молоденьких саженцев И все они нуждаются в защите Вот и хвойные культуры тоже в первый год пока приживаются Тоже можно замульчировать И вот такой вот малыш, смотрите, это рододендрон Это достаточно теплолюбивые культуры И тоже им нужна защита корневой зоны от бесснежных морозов Потом они достаточно зимостойкие Но пока растенец не прижилось Пока она такая маленькая Вот посмотрите, мы ему надеваем такой замечательный слюнявчик Вот такое роскошное растение можно сейчас купить в контейнере и посадить Хотя посадка из контейнера достаточно безопасная Все равно лучше утеплить приствольный круг у такой замечательной гортензии Я хочу, чтобы она идеально перезимовала И на следующий год опять радовала нас цветением А еще пойдемте снова вернемся к плодовым культурам Я покажу, как можно защитить ствол Еще что надо сделать до наступления зимы Это защитить стволы плодовых деревьев Особенно вот таких молодых саженцев От грызунов и мыши, и крысы бывают А мы вот на краю деревни говорят, что тут и зайцы заходят То есть нужно уберечь вот такие молоденькие саженцы От нежелательных вот этих вот повреждений Потом будет очень сложно восстанавливать кору, если такой произойдет Вот зао шпагат выпускает такую замечательную ленту Здесь при ширине 15 см длина у нее 5 метров То есть вам хватит сразу на несколько деревьев Я уже отрезала кусок вот такой вот И все очень просто Вы просто нахлест на свое деревце Наматываете вот эту вот ленту И оно у вас получает сразу тройную защиту Во-первых, как я уже сказала, от грызунов Во-вторых, такая теплая шубка Тут вот с одной-то стороны войлок А с другой стороны такая вот сетчатая мешковинка То есть это от морозобоин Третья защита от солнечных ожогов То есть фактически вам можно даже не белить вот эти стволики Вот видите как, я достаточно высоко намотала Фактически до вот первой вот этой вот веточки До первого разветвления И закрепляю шпагатиком, который в этой упаковочке имеется Все, дорогие друзья Я спокойно за эту яблонку Она у меня замечательно перезимует А теперь еще пойдемте в огородную зону Я покажу там тоже что-то очень полезное, интересное Вот такая еще замечательная дорожка Чудо-дорожка, я бы сказала Потому что решает сразу несколько проблем Это укрытие для между грядей Посмотрите, у меня вот две такие замечательные грядочки Обордюренные дощечками Это защита от сорняков А дополнительная защита Вот такая вот дорожка Из джунтового материала Двуслойного джунтового материала То есть с одной стороны там войлок С другой стороны такая декоративная вот сеточка Как мешковина, достаточно она эффектно, хорошо выглядит Огород получается очень аккуратный И самое-то главное, не растут сорняки То есть вот мы с вами так ее подготовили Обработали чисто от сорняков Прошло буквально 2-3 дождя и все Она снова срастет сорняками И еще до зимы у нас здесь некоторые сорняки Даже могут дать семена Вот чтобы этого не произошло Прекрасная вот эта вот дорожка Ширина у нее 50 сантиметров Так что если будете новые грядки разбивать Вот с учетом вот этой вот ширины А длина 20 метров вот в этом вот рулоне То есть мне хватит не на одну такую дорожку Давайте будем укладывать Ну что, чудо-дорожка готова Вот вам сорняки Защита Теперь уж вы не прорастете на моем огороде Итак, дорогие друзья Я вот в предзимье вам в помощь Замечательный джутовый материал Который выпускает Зао Шпагат Я напомню, что мы с вами сделали Укрыли приствольные круги Декоративных и плодовых деревьев Защитили корни от бесснежных морозов Укрыли стволик яблони от грозунов И от морозобоин И от солнечных ожогов И расстелили чудо-дорожку Между грядками для защиты от сорняков Еще этот материал может служить Для защиты от морозов Рост теплолюбивых Хвойных растений Вечно зеленых рододендронов Вот такой замечательный материал Пользуйтесь, пожалуйста И ваш сад будет вам очень благодарен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова